Винтокрылая машина считается самой воюющей в мире. За годы службы ей пришлось принять участие в десятках вооруженных конфликтов и войн. Летающий крокодил Ми-24 в фильме «Оружие». В начале 60-х годов конструктор Михаил Миль выдвинул идею создания летающей БМП – боевой машины пехоты. Таким средством должен был стать хорошо вооруженный транспортно-боевой вертолет с высокими летными характеристиками и боевой живучестью, предназначенный для перевозки и огневой поддержки стрелкового отделения. При его создании было решено использовать весь тот опыт, положительный опыт самого массового самолета Второй мировой войны – это самолета Ил-2. Ил-2. С точки зрения боевой живучести, боевого применения и так далее. Крапетян Гурген Рубенович, заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза, окончил Московский авиационный институт вертолетное отделение школы летчиков-испытателей. На протяжении 30 лет поднимал воздух машины «Миля». В 1992 году впервые выполнил на боевом вертолете Ми-28 петлю Нестерова. Установил 10 мировых авиационных рекордов. Новый проект ОКБ «Миля» получил обозначение Ми-24. Экипаж вертолета состоял из двух человек – летчика и оператора оружия. Вооружение – скорострельная пушка, блоки неуправляемых ракет, а также противотанковые управляемые ракеты. В грузовом отсеке размещалось отделение десантников. Броня защищала экипаж и жизненно важные агрегаты вертолета. Проект был представлен руководству вооруженных сил СССР. У Михаила Миля нашлись союзники – молодые военные теоретики из научно-исследовательских институтов ВВС и Академии сухопутных войск. Они считали, что в развитии армии наступала новая эпоха. Главным преимуществом в войне становилась мобильность подразделений. Но это приходилось доказывать многим военачальникам, которые продолжали жить категориями Великой Отечественной и за которыми оставалось решающее слово. К ним относился и министр обороны тех лет, маршал Советского Союза Родион Малиновский. Многих высокопоставленных военных чиновников гораздо больше привлекали традиционные средства вооруженной борьбы – бронетанковая техника и артиллерия. Это как раз пример того, как был не понят что ли генеральный конструктор властями, но конкретно министерством обороны. То есть, когда Михаил Леонидович предложил идею создания специального боевого вертолета, он был не поддержан никем. Ни министерство обороны его не понимало, ни авиационное промышленное, в смысле руководство авиационной промышленности. Считаю, что специальный боевой вертолет вещь экзотическая, нигде ее в мире нет. Наша фирма была, ну и конкретно Михаил Леонидович были первыми, кто сделали вертолет Ми-24 как специальный боевой. Конструктору все-таки удалось добиться поддержки со стороны первого заместителя министра обороны маршала Советского Союза Гречко. Предложение Михаила Миле по созданию вертолета огневой поддержки пехоты было в конце концов одобрено. Но для передачи в серийное производство конструктору уже не хватило сил. В 1967 году у него случился обширный инфаркт. Он долгое время оставался прикованным к постели. Осенью 1969 года состоялся первый полет вертолета Ми-24. Михаил Леонтьевич присутствовал на этих испытаниях, а в январе 1970 года гениальный конструктор скончался. После смерти Миля, благодаря созданной им научной школе проектирования винтокрылых машин, инженеры продолжали совершенствовать Ми-24. Первый в Советском Союзе вертолет огневой поддержки был построен по классической одновинтовой схеме с пятилопастным несущим винтом. Крыло служило не только для подвески вооружения, но и создавало в полете четверть подъемной силы. Впереди, в двухместной кабине, размещались друг за другом стрелок-оператор и летчик. Лобовое стекло кабины было пуленепробиваемым. На капотах двигателей и по бокам кабины пилотов установили бронеплиты. В средней части размещался грузовой отсек. По бокам фюзеляжа снизу устанавливались противотанковые ракеты, а под консолями крыльев блоки неуправляемых ракет и авиационные бомбы. Ми-24 имел убираемые фюзеляж шасси, ниши которого закрывались створками. Государственные испытания Ми-24 начались летом 1970 года. Они велись интенсивно на протяжении полутора лет, иногда с участием 16 машин одновременно. С учетом их результатов в конструкцию вертолета внесли серьезные изменения. Кабина пилотов стала длиннее, крылья поменяли угол наклона, изменилось размещение вооружения. Доработанный вертолет стал поступать войска под индексом Ми-24А. Всего было построено около 250 машин этой модели. Ми-24А транспортно-боевой вертолет. Название по классификации НАТО «Хайнд». Максимальная взлетная масса 11 тонн. Длина 21,5 метра. Высота 5,5 метров. Диаметр главного винта 17,3 метра. Силовая установка 2 турбовальных двигателя мощностью по 2200 лошадиных сил. Максимальная скорость 320 километров в час. Практическая дальность 450 километров. Динамический потолок 4,5 тысячи метров. Экипаж 2 человека. Полезная нагрузка 8 солдат или 1500 килограмм груза в кабине. Боевая нагрузка 1000 килограмм на 4 узлах подвески. Вооружение крупнокалиберный пулемет, противотанковые управляемые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты. Первые 24-ки были далеки от совершенства. Прежде всего нарекания вызывали сырые двигатели, ресурс которых не превышал 50 часов и плохой обзор с рабочего места пилота. Выявились и серьезные конструктивные недостатки. Например, размещение летчиков в общей кабине повышало опасность их гибели в боевой ситуации. Поэтому вскоре ОКБ Миля спроектировало принципиально новую переднюю часть вертолета. Летчик и оператор разместились тандем в узких, хорошо защищенных, изолированных друг от друга кабинах, которые имели бронированные стекла. Так окончательно сложился внешний облик вертолета, который в частях прозвали крокодилом. Работа над его совершенствованием продолжалась непрерывно на протяжении двух десятилетий. Появились модификации В, Д и П. Они отличались главным образом системами вооружения. Устанавливались новые противотанковые ракеты. Вырос калибр неуправляемых ракет. Появились четырехствольные крупнокалиберные пулеметы, а затем и скорострельные авиационные пушки. Вертолеты Ми-24 имеют так называемую открытую конфигурацию. Это значит, что установка новейшего бортового оборудования и систем вооружения не представляет сложности. Конструкционный резерв, заложенный на стадии проектирования, позволяет модифицировать машину под любого заказчика. Например, модернизацией крокодилов с использованием западной авианики оружия активно занимаются израильские и южноафриканские компании. Великолепные летно-боевые качества и надежность машины демонстрируют на воздушных парадах «Беркуты». Это единственная в мире группа, летчики которой выполняют фигуры высшего пилотажа на тяжелых боевых вертолетах Ми-24. Все остальные летают только на легких спортивных машинах. Первоначальная группа «Беркуты» была создана в количестве шести вертолетов. Создана она на базе базового вертолета Ми-24. Ну и создавала в принципе только для того, чтобы продемонстрировать боевую мощь и пилотажную выучку летного состава как центра. Ну и в перспективе показать возможности вертолета Ми-24 на критических режимах пилотирования вертолета. Пилотажная группа «Беркуты» выполняет на этих вертолетах практически все фигуры сложного пилотажа в составе шестерки. «Беркуты» показывают различные развороты, спирали, выходы на пикирование, перестроение и многое другое. Это не просто фигуры высшего пилотажа, это тактические приемы ведения боя. Интервалы и дистанции минимальные. Все прекрасно видим, что вращается так называемый большой и малый винт. Все-таки имеет какие-то определенные трудности в этом понять, что небезопасно. И поэтому техника пилотирования здесь более строже. если одна единица вываливается из строя, то, естественно, нарушается вся картинка этого строя. «Беркуты» являются еще и испытателями. За свою долгую жизнь вертолет Ми-24 прошел через десяток модернизаций. Его пилотажные и боевые возможности постоянно растут. Планер совершенствуется, оборудование усложняется. Любое новшество проверяется на практике и лишь после этого получает путевку в жизнь. задача пилота в любом случае задача любого строя это показать красоту этого строя. Красоту той фигуры и положение этой фигуры в пространстве, чтобы она была понятна зрителям. Вот это задача любой фигуры и любого летчика, скажем так, выполняющего пилотаж в этой данной фигуре. Всего к началу 80-х годов в советской армии существовало около 15 отдельных боевых вертолетних полков, вооруженных 24-ками. Ми-24 оказался эффективным средством вооруженной борьбы. Это подтвердилось в ходе 30-ти локальных войн и конфликтов. Рассказ о вертолете мы продолжим в следующем фильме «Оружие». Редактор субтитров